В то время как в большинстве развитых стран гомофобия со временем снижается, в России отношение к ЛГБТ, вероятно, даже становится хуже. По данным Левада-центра, в 2019 году 43% людей в России не согласны с утверждением, что геи или забиянки должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане. При этом в 2005 году так считали 35%, то есть люди стали гомофобнее. Ну и еще совсем немного странной статистики. По данным Левады, в 2020 году 32% опрошенных считали, что гомосексуалов нужно изолировать от общества, а 18% что их вообще стоит ликвидировать. Лишь 32% выбрали вариант предоставить их самим себе. По данным российской ЛГБТ-сети, в 2019 году 12% представителей ЛГБТ в России хоть раз подвергались физическому насилию и более 50% психологическому. А про преследование геев в Чечне уже даже HBO сняло документальный фильм. То есть гомофобия это действительно проблема, имеющая вполне реальные проявления и мешающая жизни нормальной людей в нашем обществе. Причем гомофобия у нас это фактически часть государственной идеологии. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать выступление Киселева на канале Россия или депутата Милонова. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать, как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Вот когда один из ЛГБТ-активистов приковал себя наручниками к мосту Ахмата Кадырова, как мы помним, вот, значит, вы заявили, что, цитируя вас, теперь придется мыть мост с шампунем после этого спидозного. Или вот недавний ролик с агитацией за поправки Конституции, где эксплуатировалась тема ЛГБТ, причем крайне каким-то странным образом. То есть, вот, ребенка забирают из детского дома, где какие-то совершенно советские тетки его отдают в семью, которая приезжает на хорошей машине, но при этом там это все выставлено как какая-то трагедия. Конечно, когда государство предпринимает такие усилия, чтобы дискриминировать какую-то группу населения, то отношение общества к ней начинает ухудшаться, или как минимум люди начинают об этом заявлять в процессе соцопросов. Вполне возможно, что вы сталкивались с гомофобами в своей повседневной жизни, и вам хотелось бы их переубедить. Но все попытки оказывались безуспешными. Какие бы аргументы вы им не приводили, их позиция никак не менялась. В этом видео я расскажу, как разговаривать с такими людьми. Для этого разберем их наиболее распространенные аргументы. Например, что права ЛГБТ в России на самом деле не ущемляются, или что пропаганда гомосексуализма вредит психике детей. И рассмотрим, как на это все отвечать. Для начала несколько общих советов о том, как говорить с теми, с кем вы не согласны. Во-первых, всегда нужно оставаться вежливыми и относиться к собеседнику с пониманием. Так он будет чувствовать себя комфортнее, и ему будет проще переосмыслить свою позицию. Его мировоззрение, вероятно, сформировалось под влиянием пропаганды и общественного мнения, и не было результатом осознанного выбора. То есть человек, с которым вы говорите, не виноват в том, что он так считает. Во-вторых, постарайтесь не акцентировать внимание на своей позиции. В случае с отношением к ЛГБТ это иногда может быть даже опасно. В-третьих, поставьте себе первоочередную цель полностью понять позицию собеседника и разобраться в ее причинах. Это сделает диалог более глубоким и увеличит вероятность успеха. Подробнее о том, как настроиться на диалог и переубеждать людей, можно посмотреть в одном из моих предыдущих видео, где я рассказывал о том, что делать, если ваши родители путинисты. Ссылка на него будет в конце этого. Итак, предположим, мы встретили человека, позиция которого по ЛГБТ отличается от нашей. Он не против обсудить это с нами, и мы тоже не против с ним поговорить. Чтобы диалог оказался продуктивным, первым делом нужно выяснить, в чем заключается позиция, собственно, нашего собеседника. Иначе в ходе разговора могут возникнуть недопонимания. Чтобы это узнать, можно задать прямой вопрос. Например, что ты думаешь про ЛГБТ? Тут важно, чтобы вопрос был открытый, то есть подразумевал развернутый ответ. Собеседник может нам ответить, что он не против ЛГБТ, но против однополых браков и гей-паратов. Или что пропаганда гомосексуализма травмирует детей. Типичная ошибка, которая приведет к бессмысленному спору, сразу приводить аргументы в защиту своей позиции. Мы могли бы сказать, что однополые браки необходимы для реализации многих прав представителей ЛГБТ. Или что информация об ЛГБТ здоровью детей никак не вредит, а только помогает их самоопределению и способствуя толерантности. Собеседник это вряд ли убедит, даже если по факту это правда. Потому что он, скорее всего, уже слышал все это много раз и убеждает его на самом деле что-то совсем другое. Не то же самое, что нас. Вместо того, чтобы сразу приводить аргументы, лучше сначала зафиксировать конкретную тему, о которой мы будем говорить. Например, только о легализации однополых браков. Или только о гей-парадах, или только о влиянии информации об ЛГБТ на детей. Можно сказать что-то вроде «Окей, мне было бы интересно обсудить с тобой вопрос однополых браков. Я правильно понимаю, что ты считаешь, что их ни в коем случае нельзя разрешать?» Это поможет не перескакивать с темы на тему во время диалога. После того, как мы выбрали тему, важно выяснить причины, по которым собеседник придерживается своего убеждения. Ведь люди верят в что-то по совсем разным причинам. И есть смысл говорить только о том, что убеждает данного конкретного человека. Иначе наши аргументы будут бесполезны. Если мы поймем его наиболее глубокие аргументы, и нам удастся показать их несостоятельность, то, возможно, нам удастся переубедить собеседника. Это, конечно, верно для любого диалога, а не только про ЛГБТ. Для того, чтобы понять причину, можно задать простой вопрос. Почему ты так считаешь? Собеседник может привести нам несколько аргументов. Например, потому что это противоестественно, разрушает семейные ценности и снижает рождаемость. Теперь важно понять, какая из этих причин является главной. Ведь если, например, мы опровергнем тот факт, что это противоестественно, а на самом деле собеседнику наиболее важна рождаемость, то его позиция никак не изменится. Поэтому было бы ошибкой атаковать наиболее слабый аргумент, как люди часто делают в спорах. Скорее всего, он убеждает собеседника меньше всего, и мы ничего не достигнем. Так что, если есть несколько причин уверенности, важно спросить, что из этого убеждает тебя больше всего. Чтобы убедиться, что собеседник назвал действительно наиболее важную причину, например, пусть это будет снижение рождаемости, Важно уточнить, если бы рождаемость не снижалась, то ты бы не считал однополые браки запретными, потому что их нельзя разрешать. Если собеседник ответит, что он бы все равно так считал, то это на самом деле не основная причина. Нужно проспрашивать еще. Если ответ утвердительный, то можно наконец переходить к анализу самого аргумента. Правда, может оказаться, что собеседнику в равной степени важны несколько аргументов, и тогда следует разобрать их по очереди. Итак, предположим, мы выяснили позицию собеседника и основную причину, которая его убеждает. Далее диалог будет развиваться по-разному в зависимости от того, что это за причина. Рассмотрим наиболее распространенные аргументы, которые противники ЛГБТ приводят в диалогах. Но сначала небольшая реклама. Перспективная должность в IT, которую реально получить без технического образования. Какая она? В прогрессивных компаниях создание чего-то нового начинается с идеи продакт-менеджера. Именно он занимается полным циклом создания продукта. От анализа рынка и создания первого прототипа до продаж. Роль продакт-менеджера за последние несколько лет плотно закрепилась в рейтингах самых оплачиваемых профессий. Где этому учат? В Skill Factory уже начался набор на курс по продакт-менеджменту с фокусом на практические задачи. В процессе обучения вы научитесь расписывать стратегию развития бизнеса, запускать продукт с нуля, считать юнит экономику и управлять метриками, освоите must-have инструменты продакт-менеджера и прокачаете навыки управления командой. Программа построена на изучение сферы через практические бизнес-кейсы. Каждый кейс – это существенный вклад в копилку вашего портфолио. После окончания курса вы сможете уверенно начать карьеру продакт-менеджера, имея в багаже инструменты для профессионального роста до уровня middle с зарплатой от 150 тысяч рублей. А в Skill Factory помогут с трудоустройством в крупной компании. Вам кажется, что управлять сложными продуктами в одиночку нереально? Приходите в Skill Factory и научитесь создавать крутые продукты от момента проектирования до запуска и поддержки. А уже сейчас по промокоду MaximKatz вы можете получить 50% скидки. Назовите менеджеру промокод при оформлении заявки до 10 августа. Узнайте больше о программе обучения по ссылке в описании. Продолжим. Переходим к разбору распространенных аргументов противников ЛГБТ. Начнем с аргумента о противоестественности гомосексуальности, ее ненормальности и о том, что гомосексуальность – это психическое отклонение. Главное, чего здесь не нужно делать, это спорить о значениях слов. Важно понимать, что слово «норма» и «отклонение» могут использоваться вами и вашим собеседникам по-разному. Корректность использования терминов – это отдельная тема, и она имеет мало отношения к позиции по поводу ЛГБТ. Сейчас важнее понять смысл, который в эти слова вкладывает собеседник. Может быть, для нас норма определяется международным консенсусом психиатров, а для собеседника норма – это то, чему соответствует большинство людей в обществе. В таком случае мы оба в каком-то смысле правы. Гомосексуальность не норма в том смысле, что больше 90% людей не гомосексуальны. Но ведь из этого не следует, что остальные 10% какие-то неправильные, их надо лечить или перевоспитывать или еще что-то с ними делать. Поэтому лучше поговорить именно о том, что из этого следует для собеседника и почему несоответствие норме или так называемое психическое отклонение – это плохо. Можно задать такие вопросы. Что из этого следует? Если мы признаем, что это психическое отклонение, это поможет нам решить, что делать с правами лесбиянок и геев. Бывает ли, что что-то не вписывается в норму, но с этим не нужно бороться? Например, большинство людей правши. В этом смысле леворукость не норма. Или есть рыжие люди, их тоже очень мало. Всегда ли, если что-то неестественно, этого следует избегать? Вероятно, окажется, что на самом деле собеседнику важно сохранение семейных ценностей, рождаемости или что-нибудь еще. В таком случае следует говорить именно об этом. Эти причины я разберу позже. Возможно, в ходе диалога выяснится, что собеседнику интересно узнать альтернативные точки зрения. И тут как раз удобный момент поговорить об аргументах. Известно, что большинство ЛГБТ не хотят изменять свою ориентацию. То есть сама по себе она им не вредит. Более того, попытки исправить ориентацию, так называемая конверсионная терапия, хотя слово терапия тут не в тему, никогда не приводило к результату, но зато вызывали психологические травмы. Широко известен случай математика Алана Тьюринга. Его обвинили в гомосексуальности и приговорили к химической кастрации. И в итоге он покончил жизнь самоубийством. Ему было всего 42 года. При этом Тьюринг имел огромные заслуги перед своей страной и перед обществом. Во время войны он расшифровал немецкую шифровальную систему Enigma, что существенно помогло Британии в войне и предотвратило множество смертей. Если же собеседника убеждают неестественность, отсутствие, как он считает, эволюционных предпосылок и отсутствие гомосексуальности у животных, можно ему рассказать о том, что гомосексуальность встречается у огромного числа видов животных, начиная от стрекоз и заканчивая высшими приматами. Например, у жирафов гомосексуальные контакты вообще происходят чаще, чем гетеросексуальные, а 10% баранов предпочитают спариваться с самцами, даже когда есть возможность сделать это с самками. Ну то есть у многих животных это происходит и, соответственно, это развивает аргумент о неестественности, о чем сейчас как раз можно было бы с собеседником поговорить. Следующий распространенный аргумент заключается в том, что нормализация или пропаганда ЛГБТ приведет к увеличению числа ЛГБТ. К такому аргументу можно задать следующий вопрос. Бывает ли такое, что какое-то явление нормализуется, но его не становится больше? Например, количество левшей не увеличилось, когда их перестали насильно переучивать. Если бывает, то чем отличается случай с ЛГБТ? Возможно, дело в том, что по мнению собеседника, ЛГБТ это скорее общественное, чем биологическое явление. И поэтому пропаганда напрямую влияет на количество ЛГБТ. Тогда возникает очевидный вопрос. Как это можно было бы проверить и что могло бы повлиять на это мнение? Если собеседник ответит, что его может убедить статистика, то вы можете вместе изучить, например, статью в Википедии про демографию ЛГБТ. Там собрано много данных из разных источников и хорошо видно, что процент ЛГБТ в разных странах находится примерно на одном уровне, в районе 5-10%. Более того, процент ЛГБТ практически не меняется со временем, несмотря на пропаганду. В некоторых исследованиях наблюдаются изменения около 2-3% за последние 10 лет. Но это может быть связано с тем, что люди просто меньше боятся говорить о своей ориентации. В любом случае, какого-либо значительного увеличения числа геев не происходит. Но это все, повторюсь, имеет смысл обсуждать в подробностях только в том случае, если собеседник уже согласился, то статистика может повлиять на его позицию. Если нет, то подобные аргументы вряд ли помогут. Часто можно услышать аргумент, что дети, воспитанные в однополых семьях, тоже станут геями и лесбиянками. Можно спросить собеседника, почему он так считает, как можно проверить этот тезис, а также изменит ли его мнение исследования, которые указывают на обратное. Если ответ будет утвердительным, то можно показать ему обзор исследований, указывающий, что в ЛГБТ-парах дети становятся ЛГБТ не чаще, чем в гетеросексуальных парах. Если собеседник считает, что пропаганда гомосексуализма увеличивает количество геев, и даже увеличение в пару процентов достаточно, чтобы считать это абсолютным злом, то интересно узнать, почему, собственно, увеличение числа представителей ЛГБТ-это плохо. Можно спросить об этом собеседника. Вероятно, все сведется к традиционным ценностям или снижению рождаемости. Рассмотрим теперь тот класс аргументов, к которому сводится большая часть всех рассуждений гомофобов. Вред для общества. Вред может проявляться в разных вещах. Вот некоторые примеры. Пропаганда ЛГБТ типа ведет к снижению рождаемости, и человечество вымрет. Пропаганда и публичное выражение чувств геев вредит психике детей. ЛГБТ-сообщество рассадник педофилов и насильников. ЛГБТ распространяет вич и наркоманию. Все перечисленные аргументы имеют одно общее свойство. Они легко проверяются и неплохо изучены. Поэтому в первую очередь здесь интересно, какими данными обладает собеседник и на что он опирается. Можно задать такие вопросы. Почему ты так считаешь? Как можно проверить, какое объяснение наиболее вероятно? Если бы ты узнал об исследованиях, утверждающих обратное, изменило ли бы это твою точку зрения и позицию? Начнем со снижения рождаемости. Вероятно, если собеседник имеет такую позицию, то он считает, что количество ЛГБТ увеличивается из-за пропаганды. Тогда подойдут все аргументы, которые я перечислял до этого. Если же собеседнику этого недостаточно, можно обсудить второй демографический переход. Это явление заключается в том, что рождаемость снижается во всех странах с улучшением медицины и условий жизни. Это работает примерно так. Когда медицина плохая, женщина рожает много детей в надежде, что хотя бы несколько из них доживут до совершеннолетия. Если же медицина хорошая, то практически все дети выживают и нет необходимости рожать много, а рождаемость снижается. Еще можно посмотреть на статистику рождаемости в европейских странах. Видно, что в Евросоюзе в период с 2004 по 2016 год она даже увеличилась, а не уменьшилась. Кстати, в России рождаемость примерно такая же, как в Евросоюзе, несмотря на борьбу с пропагандой гомосексуализма. Теперь разберемся, вредит ли пропаганда гомосексуализма психики детей. Мол, в однополых семьях дети вырастают психически неполноценными, а также обязательно становятся геями. Ну, насчет последнего я уже говорил, большинство не становится. Насчет психической полноценности исследования показывают, что дети в ЛГБТ-семьях вырастают не менее психически и физически развитыми, чем в обычных семьях. Их социальные взаимоотношения, самооценка, уровень тревожности, школьные оценки, уровень употребления наркотиков и количество совершаемых преступлений никак не отличаются от этих показателей у других детей. Теперь перейдем к связям гомосексуальности с педофилией и насилием. Здесь будет проще всего, опять же, рассматривать однополые семьи. Исследования показывают, что физическое и сексуальное насилие по отношению к детям в таких семьях происходит не чаще, чем в гетеросексуальных. Если рассматривать всех детей, а не только растущих в однополых семьях, то исследование 1994 года показывает, что среди 269 случаев насилия над детьми всего два были совершены геями или лесбиянками. И, наконец, рассмотрим связь ЛГБТ с ВИЧ и наркоманией. Начнем с наркомании. По статистике, среди ЛГБТ действительно наблюдается повышенный риск употребления запрещенных веществ, по крайней мере в США. Но стоит задуматься над причинами, почему так происходит. Исследование на 1292 американских подростках показывает, что в регионах, где распространены преступления на почве ненависти против ЛГБТ, уровень потребления марихуаны среди ЛГБТ-подростков почти в два раза выше, чем в регионах, где такие преступления не распространены. При этом среди гетеросексуальных людей уровень потребления марихуаны не зависит от распространения преступлений против ЛГБТ. То есть ЛГБТ, вероятно, употребляют наркотики не из-за какой-то природной склонности, а из-за того, что испытывают больше стресса, связанного с дискриминацией. Что касается ВИЧ, стоит отметить, что в России сейчас действительно эпидемия этой инфекции. По процентному соотношению больных ВИЧ Россия сравнима только с африканскими странами. Но уже по этой статистике видно, что в странах, где отношение к ЛГБТ наиболее толерантное, то есть в Европе и США, люди болеют ВИЧ намного реже. Это говорит о том, что пропаганда гомосексуализма вряд ли является основной причиной эпидемии ВИЧ. Также можно посмотреть на наиболее распространенные пути передачи инфекции. По статистике Федерального научно-методологического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в 2020 году в России 62% заболевших СПИДом заразились при гетеросексуальных контактах, 35% через употребление наркотиков и только 2,5% через гомосексуальные контакты. Следующие аргументы, связанные с традиционными ценностями и религией. Это о том, что пропаганда ЛГБТ разрушает семейные ценности и культуру, что геи и лесбиянки не могут иметь детей и вообще садомия это грех. Важно понимать, что в данном случае позиция собеседника опирается на ценности, а не на какие-то факты из внешнего мира. Поэтому фактами и исследованиями ее вряд ли получится изменить. Тут нет ничего плохого. Все мы основываем свои убеждения на ценностях. Например, счастье, равноправие, свобода. Это все ценности. Просто они могут немного отличаться у разных людей. Единственное, что здесь можно сделать, это заставить собеседника задуматься о своих ценностях и о том, почему они ему важны. Вполне возможно, что дело не в семейных ценностях как таковых, а в уровне рождаемости и психическом здоровье детей. И тогда мы вернемся к прошлым пунктам. Чтобы прояснить это, можно задать такие вопросы. Что входит в семейные ценности? Это важно само по себе или для достижения чего-то? Следует ли учитывать мнение людей с другими ценностями? Что делать, если у разных людей ценности отличаются? В общем, полезно привязать абстрактное понятие семейные ценности к чему-то измеряемому на практике. Например, уровню рождаемости или психическому здоровью. Может оказаться, что собеседник имеет такие идеи по религиозным причинам. Тогда будет оправданным поговорить именно о религии. Всем религиозным догмам следует верить во всех случаях. Почему это важно и так далее. Это отдельная большая тема. Я не буду ее сейчас подробно рассказывать. Теперь перейдем к другим аргументам гомофобов и рассмотрим разнообразные теории заговоров. Например, часто можно услышать мнение, что на самом деле это Запад распространяет гомосексуализм, чтобы разрушить наше общество, культуру и семейные ценности. Или что если мы дадим права геям, то в итоге то же самое произойдет с зоофилами. Здесь важно подробнее узнать, почему собеседник считает, что мир устроен именно так. Можно задать такие вопросы. Почему ты считаешь, что это выгодно Западу? Могут ли быть другие объяснения, кроме заговора тому, что толерантность распространяется? Вероятно, все упрется в разрушение культуры и ценностей и разнообразный общественный вред. То есть сам по себе заговор обсуждать мало смысла и следует сконцентрироваться на последствиях, которых ожидает собеседник. И наконец последний часто встречающийся аргумент гомофобов. Права ЛГБТ в России не ущемляются. Они хотят себе слишком много прав. Пусть делают, что хотят у себя дома, а зачем это выпящивать? Например, Путин любит так говорить. Я уже высказывался в целом по этому вопросу. Я считаю, что у нас законодательство весьма либеральное в этом плане. И нет никакой дискриминации. Вообще никакой. У нас люди любых предпочтений работают, делают карьеру. Мы их признаем на государственном уровне за конкретные дела в той области, где они работают. Я считаю, что проблем здесь никаких нет. На самом деле все мы должны быть более толерантными и проявлять меньше агрессии. Это касается и к людям традиционной ориентации, и к людям нетрадиционной. Поменьше агрессии, выпячивания этих проблем. Вот будет лучше для всех. Еще иногда добавляют, что расширение прав ЛГБТ ущемляет права детей или еще кого-нибудь. Как и в любом другом случае, приводить аргументы сразу будет плохой идеей, так как, возможно, собеседник их уже знает и по каким-то причинам считает их ненадежными. Так что для начала нужно узнать, какой информацией он уже обладает и почему она его убеждает. Как ты определил, что сейчас права ЛГБТ в России не ущемлены? Какие ты знаешь контраргументы к своей позиции? Я правильно понимаю, что они кажутся тебе недостаточно убедительными? Почему? Какие есть плюсы у расширения прав ЛГБТ? А минусы? Если вы знаете какой-то контраргумент к позиции собеседника, который сам собеседник не назвал, лучше сначала спросить, интересно ли собеседнику было бы узнать о нем, так как это будет выглядеть менее конфронтационно. Контраргументы могут быть такие. ЛГБТ не могут заключить брак. Это не позволяет им иметь общую собственность, у них нет автоматического права наследования, право распоряжаться телом партнера в случае его смерти, право не свидетельствовать против супруга в суде, быть опекуном ребенка в случае смерти одного из супругов, совместно усыновлять ребенка. Формально, конечно, один из партнеров может усыновить ребенка самостоятельно и воспитывать его можно совместно. Но на практике, если органы опеки узнают о гомосексуальности, то могут препятствовать усыновлению или даже попытаться забрать ребенка обратно. Кроме того, ЛГБТ сталкиваются с дискриминацией на бытовом уровне. Многие вынуждены скрывать свою ориентацию от работодателей, коллег, подвергаются физическому и сексуальному или моральному насилию. На этом я закончу разбор аргументов гомофобов. Метод ведения диалога, описанный в этом видео, называется уличная эпистемология. Он заключается в том, чтобы задавать хорошие вопросы, позволяющие собеседнику задуматься о своей позиции. На самом деле, так можно говорить почти обо всем, а не только о гомофобии. Это видео мне помогло составить российское сообщество уличных эпистемиологов. Ссылка на их сайт и на их группу ВКонтакте будет в описании. Они иногда проводят встречи. Если вам интересно вместе учиться с ними, учиться вести так диалоги, то зайдите к ним и посмотрите. Наше общество постепенно меняется. Отношения людей к правам меньшинств претерпивают изменения. Сегодня уже мало у кого вызывает протест мысль, что инвалиды могут быть полноценными членами общества и необходимо с пониманием относиться к их особым потребностям. Если еще несколько лет назад никто бы особенно не возмутился репликой Регины Тодоренко «Что ты сделала, чтобы твой муж тебя не бил», то сегодня это вызывает скандал на всю страну и Тодоренко лишается рекламных контрактов. Понимаете, это уже чисто имиджевый вопрос. Производители не хотят, чтобы их товары рекламировал человек с такими взглядами. Рано или поздно изменятся и отношения нашего общества к ЛГБТ. Это неизбежно. Это не вопрос каких-то там особых моральных установок, а естественный прогресс. Этот процесс может быть не таким быстрым и простым, как нам с вами хотелось бы. Но в наших силах хотя бы немного его облегчить. Для этого нужно поднимать эти вопросы и обсуждать их хотя бы с теми, кто готов к диалогу. До завтра.